Здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала. Чтобы не выращивать питонию каждый год и ранней весной не начинать вознюсь семенами заново, есть два отличных способа сохранения питония зимой в домашних условиях. Самый простой способ сохранить питонию зимой это пересадка в горшок. Это можно осуществить и с цветком растущим в открытом грунте и с тем, что и так рос в кашпо или уличном горшке. Главное начать подготовку питония к зимовке до заморозка. Если питония росла в горшке или под весном кашпо, пересаживать ее в другую емкость не нужно. Достаточно будет укоротить побеги до 10-15 сантиметров и отнести растение в дом. Через 2-3 месяца ориентировочно после нового года нужно будет аккуратно удалить из горшка верхний слой почвы сантиметра 2-3 и на его место насыпать свежую полдородную землю. Если какой-то куст питонии показался вам особенно привлекательным, в конце сезона можно подумать не только о его сохранении, но и о размножении. Проще и надежнее всего сделать это черенкованием. Достаточно выбрать на полюбившемся кустике десяток сильных веточек и нарезать их на черенки длиной 10-12 сантиметров. С каждого нужно удалить 2-3 пары нижних листьев, а верхнюю пару, если она очень большого размера, обрезать наполовину, чтобы сократить испарение влаги. На черенке должна остаться хотя бы одна пара междоузлей, поэтому слишком коротко нарезать не стоит. В погоне за количеством можно упустить качество черенков. Для укоренения в емкость глубиной около 10 сантиметров насыпьте рыхлый субстрат, погрузите в него черенки так, чтобы их нижняя часть на 2 сантиметра была в земле. Предварительно черенки можно опудрить корневином. Обильно смочите землю, накройте емкость крышкой или пакетом, чтобы внутри все время было влажно и отправьте на окно. Не забывайте ежедневно проветривать свои мини парники, чтобы защитить черенки от образования гнили и плесени. Я нарезала черенки прямо перед заморозками, торопилась, поэтому сажала черенки в первую подвернувшуюся емкость. Она оказалась маловато, так как черенков я нарезала не только с питоний, но и с вербен, виол, катарантусов, алиссума. Хотелось сохранить как можно больше цветов, чтобы весной снова их не сеять. Прошло 10 дней, виолы отлично прижились и питонию вроде неплохо. Все черенки неплохо себя чувствуют, несмотря на тесноту. Начали отрастать новые листочки, значит процесс укоренения идет хорошо. Теперь парник можно открыть, а маленькие растения выращивать как обычную рассаду. Еще через 2 недели при образовании 5-6 листиков кустики нужно прищипнуть, чтобы росли более пышными. После этого я рассажу черенки по отдельным емкостям и в таком виде буду сохранять до нового сезона. Если первоначально парник был широким, пересадку делать необязательно. Однако сова подготовка не так сложна, как сохранение питония зимой в домашних условиях. Для того, чтобы растения не погибли и дожили до следующего сезона, придется обеспечить им условия, которые есть не в каждом доме. Маточный куст, который уже цвел, будучи в открытом грунте или горшке, необходимо хранить в хорошо освещенном, очень влажном и прохладном помещении. Для хорошей жизни цветку необходим световой день хотя бы 10 часов. Влажность воздуха не ниже 80% и температура не выше 15 градусов. При этом поливать питоний зимой нужно не чаще 2-3 раз в месяц. Обеспечить такие условия можно на застекленной веранде или лоджии или на подоконнике в нежилом помещении. Сюда же я помещу маточник, как вегетативные вербены, укорененные черенки алиссума и укорененный черенок крупнолистной гортензии. В этом году попробую два маточника питунья опустить в погреб. Посмотрим, смогут ли они сохраниться в таких условиях. Питунья сохранится и в более теплых помещениях, но быстро пустится в рост. Нужно обеспечить достаточную влажность воздуха. Если воздух вокруг растения будет слишком сухим, а в нашем жилье обычно зимой так и бывает, сперва начнут сохнуть листики, затем ветви, а после погибнет весь кост. Для сохранения питунья в комнатных условиях стоит заранее запастись препаратами от мучнистой росы и паутиного клеща. Они поражают растения в середине зимы. На черенкованной и укорененной питунья хранится гораздо лучше. Ей достаточно досветки и регулярных поливов. То есть уход ведется как за обычным неприхотливым комнатным цветком. Даже проблемы у питунья зимой те же самые, что и у остальных комнатных растений. Если вы сомневаетесь, будут ли питунья расти дома зимой, рискните проверить. В худшем случае вы убедитесь в невозможности этого и все равно успеете посеять питунья на рассаду. А в лучшем случае будете обеспечены проверенным посадочным материалом к началу нового сезона. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Оставайтесь с нами. До новых встреч!